Я хочу вам показать ролик, который подтвердит мои слова. Это снято, по сути, в начале президентства Зеленского. Привет, друзья! Я давно уже сказал вам на своем канале, что нынешняя власть работает по мафиозному принципу «Кто не с нами, тот против нас», а закон в нашей стране работает следующим образом. Друзьям все, врагам закон. И вы можете тоже в этом убедиться. Вот я посмотрел материал «Бигус.Инфо» по поводу... Ну, это можно прямо говорить, исходя из этого видео. Я так это понимаю, что Андрей Ермак занимается коррупцией вместе со своими друзьями. И они обогащаются во время войны. И сказать «обогащаются» — это не сказать ничего. Я вам тоже рекомендую после просмотра этого видео зайти посмотреть тот материал. Вы знаете, мне никогда не жалко ни трафик на чей-то канал запустить, ни прорекламировать кого-то. Но я не хочу это долго мусолить. Суть в том, что друзья Андрея Ермака, партнеры, бизнес-партнеры, у них резко все поперло вверх. Это то, что я постоянно... За что у меня душа болит. И почему я кипишу, и меня все-таки многие не понимают. У нас у всех с вами дела хуже. Война нашу жизнь кому-то разрушила, кому-то очень сильно испортила. И финансово, и эмоционально, и по семейным обстоятельствам. Браки распадаются. А у них все идет вверх. И связи с Медведчуком, и с всякой этой швалью нипочем. И все крышуется. И там им можно пользоваться счетами и арестованными. Короче говоря, у них особые условия ведения бизнеса и жизни в Украине. Если сейчас даже не очень-то, скажем так, среднестатистический мужчина боится получить повестку, если он не настроен, не хочет идти на фронт, но помогает, допустим, фронту, то те люди, для них вообще такие вопросы не стоят. Они отбиты, несмотря ни на какие параметры, от фронта, от всех повесток. Я же повторяюсь, они могут заблокированные арестованные счета разблокировать и пользоваться. Санкции, не санкции, связи с кем угодно. Там, если бы даже напрямую с Путиным были бы связи, они могли бы вести бизнес. Вот кто такой Андрей Ермак. И когда я сейчас смотрю на Израиль, когда сын Бенемина Нетаньяху, премьер-министра Израиля, пошел на фронт, и там это не делается, как многие наши люди, к сожалению, неправильно понимают. Типа, вот это достойный пример. Да не надо там никакие примеры. Там закон один для всех. Там все знают, за что они сражаются. И Нетаньяху прекрасно себя чувствует в очень красивом костюме, с галстуком. Ему не надо на себя напяливать никакую тактическую одежду. Хотя это сейчас не просто очередная заварушка и, скажем так, какое-то военное потрясение, которое там бывает регулярно, но там больше недели это было редко. Сейчас реально то, что случилось 50 лет назад практически. А нас кормят разной дрянью. И посмотрите, сейчас наоборот, уже чуть ли не обвинения идут в адрес Израиля, что вы очень жестко с сектором газа обращаетесь, что сейчас вообще, ну и чуть ли не караул. Спасайте палестинцев, спасайте сектор газа. А нам Америка запрещает бить по территории России. У нас миллион разных условий. У нас нет вооружения. Мы поперли в это контрнаступление. К сожалению, сбылся мой прогноз. Посмотрите все видеостримы за прошлый год. Я говорил, что ничего не получится. Оно таки не получилось, к сожалению. Нам даже власть не объявила, что такое параметры победы, что такое параметры поражения. У нас все на ось. И мы каждый день стрессуем, переживаем. Хотим для Украины лучшего. Оно им не надо. Для них сейчас самое сладкое время. Мешает, отправь его на фронт. А там всякое может случиться. И случается, поверьте мне, не от русских только, а наши свои от своих. Я много об этом знаю. А мы тем временем будем застройки делать, на какие-то ничтожные вонючие фильмы, если это можно вообще кино назвать, выделять деньги из госбюджета, из налогов ваших, из того, что дают другие страны. Вот что такое нынешний офис президента. И тем не менее, у людей розовые очки перед глазами по-прежнему. Зеленский, Зеленский лучший. А кто, если не он? А вы знаете, в Израиле половина населения обожает Натаньяху, половина буквально его ненавидит. Но когда случился этот провал, и сектор Агаза Хамас прорвался, я хочу вам сказать, что очень многие, я специально отследил, очень многие израильские блогеры, практически все, у них у всех, когда они рассказывали про эти события, всегда претензия. Это провал власти, это большие вопросы к власти, нужно разбираться, и на них никто не наезжает, они понимают, что государство не отработало в данном случае. А у нас сразу, а, все, пророссийский, ой, что это у тебя за московские нарративы, а что ты тут вякаешь, иди на фронт вообще. Но когда заходит речь, когда Зеленский куда-то выезжает, там, в Европу или вообще в Америку, и там надо выступить, он всегда там, Украина отстаивает оплот, Украина это оплот демократии, мы отстаиваем демократию, мы демократичная краина, вильный народ, вильные краины, и сказки, сказки, сказки. На самом деле, Зеленский это тот же самый Путин, только пока в миниатюре. Вообще, жизнь в Украине превратилась, вообще события превратились в театр абсурда. Вот другие журналисты, там, Ткач, Украинская правда, сняли тоже там расследование, что ночные клубы работают, слышите, создали проблему. Нельзя сесть договориться бизнесу с властью, что клубы не могут выжить, если есть на это спрос, дайте нам работать. Это рабочие места, это налоги. Зачем доводить всегда до вот этой проблемы, если все проблемы, и на фронте в том числе, решаются рыночными механизмами? Ну, сейчас не об этом. Короче, там спалили молодых футболистов. Я не буду специально называть клуб, для меня все это понятно, мозгов там нет, но какой-то из них, там начали они, в общем, на фейсбук странице крупного украинского спортивного издания писать комментарии, отгавкиваться, отгавкиваться. И многие футболисты это пролайкали, журналисты отследили, и некоторые там еще отставляли комментарии. Вот я вам сейчас хочу зачитать комментарии одного молодого футболиста, чтобы вы просто понимали, что вообще происходит. Пирожок. Потому что футболисты играют на благо Украины. Если ты не знаешь, от зарплаты игрока есть налог, и с начала войны туда еще добавили налог на военный сбор, в общем, налог составляет 20% от зарплаты. А теперь приди в себя и подумай, или посчитай, какие деньги идут с футболистов в казну и на войну. И сколько идет с таких, как ты, которые пишут комментарии с закрытых аккаунтов и без фоток. Вы знаете, я все время недоумевал, как нам рассказывают, что идет война на смерть и бросай все, иди на войну, или завтра просто Украины не будет. А идет чемпионат Украины по футболу. Кому этот чемпионат нужен с закрытыми стадионами и даже с открытыми во время войны, там-то и зрелища, собственно говоря, нет. Любой мужчина, который захочет и дай бог, смотрите, включен чемпионат Англии, чемпионат Испании, получит массу удовольствия от прекрасного зрелища, а не вот это унылое говно. Ну и не дело сейчас в этом. Вы просто вдумайтесь, этот парень пишет, футболисты играют на благо Украины. Нет, дружок, футболисты играют на благо футболистов. Это ваша работа, ваша профессия и не надо вот такие совковые лозунги с детства пропитываться ими, что футболисты там, что-то там, или любые другие спортсмены поднимают флаг. Все делают все в жизни исключительно ради себя. Теперь дальше идем. Вот он пишет, что сначала войны добавили военный сбор. Нет, военный сбор добавили еще во времена АТО при Порошенко полтора процента. И это все провалилось, потому что, как оказалось, этот военный сбор шел в общий котел и использовался совершенно на другие цели. И тут мимо. Но это только начало. Дальше он пишет, что налог составляет 20% зарплаты. Это спалился ты, паренек, конкретно. Потому что я вам хочу рассказать. Налог зарплаты в Украине составляет 41,5%. Но футбольные клубы из-за дурацкой налоговой системы, реально в Украине, и таком высоком налоге на зарплату, они это обходят. Как они это обходят? Они открывают офшор, и с офшора платят футболистам зарплаты. А футболист здесь платит НДФЛ на 17% и 1,5% военный сбор. То есть 19,5% в совокупности. Вот потому этот парень пишет, что 20%. И это идет в казну, куда-то еще. Так а сколько предпринимателей в Украине, которые сейчас менжуются, чтоб им не вручили повестку. Ты думаешь, там меньше налогов платится? К чему эти вообще разговоры? И видите, это же он не просто проснулся и такое придумал. Это же варятся они в такой информации. У нас все на бекрень. У нас не государство, у нас за зеркалье. А как оно могло быть иначе? Я всегда вам говорил, что Зеленский это управленец, если его можно вообще назвать управленцем, в стиле Лукашенко-стайл. Это Лукашенко там по каким-то коровникам, по каким-то колхозам, курятникам бегает, типа шмон наводит. Называется ручное управление государством. Совок. Зеленский такой был всегда. Сейчас он тоже у Масичук на интервью спалился на самом деле, что все, ну как ему и палиться не надо было, мы и так прекрасно видим, что нет никакой системы. Он пришел в гнилую старую систему и добавил сюда ручное управление. Я хочу вам показать ролик, который подтвердит мои слова. Это снято, по сути, в начале президентства Зеленского. У нас в этом году по областному тендеру мы получили один МАЗ и одну китайскую машину. Мы бы с радостью брали КРАЗ, но это не мы проводили, это область проводили. А в городе? Ну и 3-4 машины, где за последние годы купили на базе КРАЗ. Пилосос купили, комбинованную машину, как он там стоит, купили тоже. А какие еще машины? Ну мы больше не брали ничего. У нас только через областный, через областный. Нет, на месте что-то брали еще? Какие машины? В этом году брали. Не в этом году. В этом году мы купили два экскаватора. Сколько лет? 2015. Ну 5-2. Вот за 5 лет. У нас есть и МАЗ. Мы брали МАЗ. Нет, они сколько? Ну 3-4, я точно не скажу. За 5 лет взяли 3-4. А в целом машины сколько за 5 лет? Ну где-то до 10. Больше 20. Да нет, ну не больше. А можно замовляти у своих? Сейчас сложная ситуация в стране. Мы предлагали через тендерный механизм это. КРАЗ был недопущенный до тендеру областного, дискваліфикованный. Потому что против предприятия, дело про банковство. Правда? Это знаете вы. Но вас же не допустили фактически до тендера через это. Как мы можем разберевать на этот процесс? Это за вас. Это за церковь. Нам зрозумево. Мы сейчас хотим решить вопрос. У вас есть? У нас техника, половина техники в КТП это КРАЗа. То есть мы с ними работаем. Но шишки есть за счет того, что техника, ну скажем, потребует доводки. То есть мы задоволены. Он платит ПДФО вместо. Каждый месяц, если не платится, заплата на техническое. Сколько будет машин замовлено в этом году? В этом году очень сложный бюджет. У нас за минулий год... Сколько машин? Можете? Наших? Ну мы не оголошим тендер. Но вы намного обмашин, ну блин, биться. У нас такие финансирования. У нас такие финансирования, все зависит от вас. Дайте замовлення в 7-м году, хоть что-нибудь, допоможите. Это Роман Евгеньевич даст нам долгостроковый кредит. Так мы это одни. Им нужно, чтобы и они работали. Так это же ваши люди. Нам с областью выгодно делать, чтобы делать это. Они живут. Мы платим половину міста, а половину плати область. Нам выгоднее с областью. Ну возьмите сами что-то. Возьмите что-то. Это же люди. Они же за вас голосуют. Я не понимаю логику. Представляете, приезжает президент и говорит другой государственной муниципальной организации, покупай у него там МАЗы или что-то там, какой-то транспорт, потому что сейчас кризис, выручи, помоги. А тот говорит, не хочу. Понятно, потому что все вот эти вот, кто занимается местным самоуправлением, такие же коррупционеры, как и центральная власть. И все тендеры идут на откатах, и никто там, никакой конкуренции, там это все не работает. Там, запомните, в любом городе Украины всегда на все один сплошной договорняк. Стоит президент и вообще не понимает, что происходит. И он реально думал, что он Лукашенко. Такой же отмороженный Богдан стоит, который рассказывал, что опытные бюрократы, опытные бюрократы нужны в команде. Вот эти опытные бюрократы до войны довели, настолько ослабили Украину. Ну и вообще мозгов не хватило ничего, не договориться, не подготовиться. Обманули всех. Я не хочу в сотый раз повторяться. Но я вам это показал, чтобы проиллюстрировать, как сейчас управляется государство наше. Оно точно так же управляется в ручном режиме. Зеленский реально думает, что он должен поднять трубку и в какой-то зачепиловке рассказать, что сделать мэру города, что куда поставить. А там он с коррупцией поборолся, а там он бизнесу помог, там он оружие выбил. Это абсурд, это некомпетентный человек. Он не может и не должен больше быть президентом Украины. Не может человек в здравом уме, глядя на весь этот бедлан, проголосовать дальше за Зеленского. Как только наступает 31 марта следующего года, нужно требовать выборы. Украине нужен следующий президент, совершенно другой. И когда многие люди говорят, что ну а как же, ну а кто же, ну давайте после войны разбираться. Люди, а вы уверены, что вот это после войны при Зеленском вообще наступит? Вы задумайтесь об этом, пожалуйста. Кстати, пришлось посмотреть Дубинского. Он там заметил такой момент. Вроде можно сначала посмеяться, вы знаете, я ненавижу никакие теории заговора. Но на фотке у Ермака действительно какой-то такой, и у многих других чиновников есть этот браслет. И Дубинский нарыл, что этот браслет показывает, обозначает человека, который причастен там к секте. И я вот думаю, а может все гораздо страшнее, реальный Дубинский прав, хотя вы знаете, как я к Дубинскому отношусь. Может быть, Украина управляет такая-то секта? Может быть, происходят гораздо более страшные вещи, чем мы тут с вами обсуждаем? Вот, собственно, и все, что я хотел сказать в этом видео. Просто, чтобы вы задумались. Мои видео не для того, чтобы вас радовать, успокаивать, стресс снимать. Мои видео для тех, кто хочет задуматься. И мои видео делаются для того, чтобы вы задумались. И я призываю вас слушать только блогеров, от которых вы задумываетесь. А не которые вас успокаивают, вам кайфово. От этих успокоений и кайфово вы завтра, если вы находитесь, конечно, в Украине или планируете вернуться, вы завтра не сможете принимать правильное решение. Потому что вам будут рассказывать 2-3 дня, 2-3 недельки, а потом снаряд и горе, беда. Илон Маск написал у себя в соцсети X о том, что если так будет дальше продолжаться, в Европе случится гражданская война. Я вас об этом предупреждал тоже с прошлого года. Все начнется с Франции. Сейчас идет культурная война, и это тема отдельного эфира. Я подумаю записать отдельное видео или провести стрим. Многие люди недооценивают происходящее и все меряют исключительно по таким меркам. Хорошо для Украины или плохо для Украины. Сейчас все гораздо глобальнее. Сейчас дикари против цивилизации. Диктаторы объединяются против всего цивилизованного мира. И я очень хочу, чтобы мы с вами были по правильную сторону баррикад. Потому что Зеленский, когда он голос подает где-то в микрофон, когда нужно на другие страны информацию как бы отправить, он всегда говорит, что мы вообще западный мир, мы вообще западная цивилизация. Но как только дело доходит до внутренних дел, то он живет и управляет Украиной как Россией. Как будто бы мы хотим жить как Россия. Никакого русского мира не будет в Украине. И Зеленский должен это понять, что мы этого не допустим. Нам не нужен русский мир ни от Путина, ни от Зеленского. И этот русский мир и путинизм прилетел не оттуда, откуда мы ждали. Там спасибо нашей армии отбились и людям, и тылу, и всем. А Зеленский порождает в Украине русский мир вот этим всем. Потому что вот такие же расследования можно снять и про Россию. Понимаете? И на самом деле отличий там мало. Просто там совсем сумасшедшие, которые воевать хотят. А здесь пока в стадии зародыша такой же диктатор растет. Поэтому забудьте про то, чтобы голосовать за Зеленского. Отправьте это видео друзьям, знакомым. Задумайтесь. Обязательно подпишитесь на канал. Это моя личная просьба. Отписаться всегда успеете. Поставьте лайк, колокольчик. И жду ваш комментарий. Мне интересно ваше мнение на все, что я вам сегодня рассказал. Спасибо, пока.